Доброго времени. Продемонстрирую работоспособность кассетной деки Marans SD. Как у многих, Marans Index SD начинается и 3 пятерки. Дека, как мы видим, в хорошем состоянии. Открываем подкассетник, а заглянем на состояние магнитной головки. То есть видимого износа я не наблюдаю, если, естественно, с микроскопом не присматриваться. Так как дека бывшего потребления и на деке B также. Посмотрели. Переходим к включению. Кнопочка Power внизу. И поставим какие-то кассеты. Послушаем. Ну вот, взял наугад перемотки. Посмотрим, как работает. В общем, здесь все нормально. Электронный счетчик, 4-сегментные расходы ленты. Остановка, перемотка назад. Также работает быстро, все без пробуксовки. Все хорошо. Есть обнуление счетчика. Есть функция Memory. Возврат по памяти. Например, если мы нажали Memo, то при перемотке назад у нас остановится дека на нулевой отметке счетчика. Там, где мы обресетили. Это удобно, в общем, использовать, если нужно вернуться к какому-то желательному фрагменту на кассете, чтобы прослушать его заново. Также, ну, включу воспроизведение. Послушаем, как звучит. Так, а подключена ли ДК к усилителю? Я сейчас поставлю на паузу, потому что я думал, что я ее подключил. При подключении просто перепутал. И вместо выхода на вход подключил кабель. Сейчас я поменялся нормально. Система шумов понижения Dolby B и Dolby C. Есть две системы шумов понижения. Мы видим, здесь это написано. Также система динамического подмагничивания HX Pro. Красивый зеленый индикатор уровня сигнала. Звучание в целом хорошее. И обилие вот таких красивых, высоких частот. И хороший такой бас ближе к такому, скажем, глубокому или подробному басу такому. Реально звучит хорошо. Реверсную сторону посмотрим, как вот играет реверсная сторона. Также отлично играет. Звучание ровное. На мой взгляд, просто здесь чуть более высоким уровнем записана кассета. Есть возможность управления декой при помощи инфракрасного пульта дистанционного управления. Можно также управлять при помощи единой шины. При подключении к ресиверу или к усилителю Marant. Сзади вот есть такой вот ремоут. Контроль. Дистанционное управление. Вот такие есть. Так выглядит шильдик. Сверху отлично выглядит. Без каракан, без ничего. Ну и послушаем, как звучит карман B. Потому что карман A, как мы видим, здесь только на воспроизведение, на play. Карман B на записи, на воспроизведение. Нажимаем на воспроизведение. Мы видим, что дека или часть A, карман A выключается. И включается для воспроизведения дека B или карман B. Есть разные режимы работы реверса. По одной стороне проигрывает либо бесконечное воспроизведение, либо две стороны и остановка. Также переписывание кассеты с ускоренной скоростью с даббинг-спит и с обычной. Ну, по басам, конечно, дека очень крутая. Посмотрим, как другая сторона играет. Также отличный звук. Посмотрим, как перемотки работают. То есть, сама включение функции лентопротяжного механизма, как мы видим, шумноватое немножко, но если работа каких-то режимов перемотки или воспроизведения, то достаточно тихо, ничего не шумит, просто при перекладке этих режимов идет такой шум. Но это уже особенность лентопротяжного механизма. В целом в деке полное электронологическое управление. В общем, звучит замечательно. Есть возможность автоматического уровня записи при переписывании кассеты, либо при подаче сигнала с внешнего источника можно вручную регулировать запись. И также, что немаловажно, есть подстройка тока подмагничивания паес. Выход на наушники нерегулируемый. В целом, как бы, для краткой демонстрации работоспособности можно сказать достаточно. Мы видим выброс плавненький, быстрый, однако без стучания. То есть, задемпфированный карманчик открывается быстро. все. Также счетчик можно и на ДКП обнулять. Причем в процессе воспроизведения ДКП мы можем перематывать. Перематывать. Так. Ага. на ДКП если играет ДКА и менять желаемую сторону воспроизведения. Но если мы нажимаем на Play, то ДКА останавливается и воспроизводит ДКП. хромовая кассета записана повыше с уровнем. Но в целом по частотам звучит она великолепно. Мне понравилось. несмотря на свою простоту или бюджетность вполне неплохая ДКА для того, чтобы насладиться прослушиванием кассет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Достаточно для демонстрации работоспособности. Выключаю так. Ага. Все нормально. Спасибо за внимание. Всем пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok